Около 40 стран и международных организаций, среди которых Германия, Польша, Румыния, Турция, Франция, Швейцария, Япония и США, поддержали инициативу Grain from Ukraine. По итогам саммита в этом году за один день удалось аккумулировать 100 миллионов долларов на закупку украинского зерна для стран, которые наиболее в нем нуждаются. И это больше половины той суммы, которую собрала инициатива за первый год своего существования. За первый год инициативы Grain from Ukraine нам удалось аккумулировать 180 миллионов долларов США. В рамках инициативы в Сомали, Эфиопию, Кению, Йемен было доставлено 170 тысяч тонн украинского зерна. Наша позиция принципиальна. Мы считаем, что никто в мире не имеет права блокировать свободное мореходство, превращать в оружие дефицит продовольствия, использовать голод как оружие. Ведь это элемент политики геноцида. И любое государство, которое на это посягает, должно отвечать за это. Несмотря на попытки России заблокировать Черное море, Украина продолжает поставки агропродукции в страны Африки и Азии. Обеспечивать безопасность судов в Киеву помогают международные партнеры. К отправке готовится очередной сухогруз, который доставит в порт Нигерии зерно для обеспечения продовольствием около 400 тысяч человек. Я бы хотел еще раз отметить полную поддержку Латвии этой инициативы. Мы приобщались к ней финансово в прошлом году. Присоединились и в этом. И также сотрудничаем с украинскими и международными партнерами, чтобы обеспечить балтийские коридоры, чтобы обеспечить использование наших портов для транзита украинских продуктов питания и украинского зерна. Мы совместно работаем для того, чтобы Россия не могла превращать продовольствие в оружие. Также партнеры помогают разминировать украинские поля. Участник саммита «Grain from Ukraine» президент Швейцарии заявил, что его страна в течение нескольких лет выделит Киеву на гуманитарное разминирование 100 миллионов швейцарских франков. Это чуть более 103 миллионов евро. Кроме того, Швейцария продолжает проводить консультации с международными партнерами, как передать Украине замороженные российские активы. Мы делали, делаем и будем делать все возможное. Сейчас заморожены российские активы в Швейцарии. Есть два типа активов. Первый – это принадлежащие отдельным лицам или подсанкционным компаниям. И второй – это активы Российского Федерального резерва. И мы сегодня как раз обсуждали дальнейшие шаги в этом направлении. Впрочем, очень важно реализовать санкции очень четко. И, безусловно, мы полностью открыты. Мы слышим позиции разных стран. Дата проведения второго саммита «Грейн фром Юкрейн» выбрана не случайно. В эти дни Украина чтит память жертв Голодомора 1932-1933 годов. Участники саммита напоминают, спустя почти столетие путинская Россия повторяет опыт Иосифа Сталина. Использует голод как оружие. Россия меняла свое название, но ни характер, ни свои методы. Сейчас, почти через сто лет, мы снова видим разрушительное действие России против Украины, против зернохранилищ. Они пытаются превратить продукты питания в оружие, но им это не удается. Также им не удается уничтожить Украину, сломить ее сопротивление. Украина демонстрирует, что даже во время войны она продолжает действовать, как государство продолжает проводить реформы. Кроме того, участники саммита обсудили сотрудничество по вопросам хранения зерна и расширения перечня стран-получателей украинского продовольствия. Совместное заявление по итогам второго саммита «Grain from Ukraine» поддержало большинство стран. Лариса Зубенко, Дмитрий Борщ, для телеканала Freedom.